Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 29-й уже, конец марта 2019 года и у микрофона Леона Вайнстайн. Лавиной идут дополнительные факты о том, как ФБР отмазывала Хиллари. В своем заключении Коми сказал, что хотя Хиллари и была очень неосторожна в своих действиях, и теоретически могла скомпрометировать национальную безопасность Америки, но практически этого не произошло. Теперь мы уже знаем, что за год до того одно из разведуправлений США нашло, что китайцы прицепили к серверу Клинтон специальную программу, которая генерировала так называемые копии, секретные копии со всех приходящих и уходящих имейлов туда, всех, больше года. А вот агентство разведывательного управления, это называется ICIG, не знаю, что стоит за этими буквами, доложило это как письменно, так и устно МакКобу в ФБР, который недавно заявил, что такого вообще не помнит. Ну, кстати, помнит, не помнит, не важно, потому что есть все записи об этой встрече и о том, что на этой встрече они ему сообщали. Но Коми не только врал под присягой, и не только защищал Хиллари, но он еще и создал возможность, если бы Хиллари стала президентом, шантажа президента уже Хиллари, значит, Клинтон китайцами. А вот это то самое именно, чего мы больше всего боялись, значит, в истории с Трампом, не дай бог, значит, что его можно будет, у него что-то есть такое, у русских он что-то сделал, у русских есть какая-то информация, с которой они могут его шантажировать. Вот, ну, как выяснилось, значит, оказывается, это у китайцев и не у русских, и не на Трампа, а на Хиллари. Ну, то есть, значит, Робинович, значит, не выиграл, а проиграл, и не в футбол, а в преференции. Вот, и очевидно, все то, что ее люди чистили, значит, со своего компьютера, с Эрвера, там, 30 тысяч имейлов, о которых мы знаем, может, их было больше, да, значит, били молотками телефоны и специальной программой вычищали все свои компьютеры. Вот, все это, значит, ради чего они старались, значит, чтобы, не дай бог, это не попало к нам в руки, американцам, все это есть у китайцев. Значит, возможно, есть не только у китайцев, но еще и у русских, у иранцев, у северокорейцев, и бог знает, у кого еще. Но, значит, ни от кого у Хиллари не было секретов, кроме как от нас. После того, как ICIG, вот это вот агентство, значит, не добилось ничего от ФБР, значит, они пошли к директору, тогда, значит, агентству национальной безопасности, Джеймсу Клапперу, значит, но на что им было сказано, что успокойтесь и, вообще, так сказать, не трещите об этом, все под контролем, значит, что все и что, под чьим контролем, естественно, важно. Вот, ну, в общем, все те же самые имена все время попадаются нам, как только начинаешь копать все эти истории, связанные с слежкой за Трампом, вытаскиванием Хиллари, там, и тому подобное, так сказать. Джон Брэннон, знаменитый, значит, экс-коммунист, который руководил ЦРУ, я уже выкатывал большие глаза по этому поводу. Значит, Джеймс Клаппер, вот этот из NSA, Коби МакКоб из ФБР, верхушка силовиков страны, то, что называется, да, что же это было? Заговор, кто его начал, кто его придумал, кто принимал участие, кто был во главе, кто координировал их усилия, и почему все они пошли на этот заговор, ведь если он раскроется, то головы летят, да, вот. А что-то их очень резко беспокоило лично в приходе Трампа. Как вы, наверное, знаете, в Сенате было голосование по отчету Мюллера, и 100% сенаторов проголосовало, 100% республиканцы и демократы проголосовало за то, чтобы не пересказ, а именно, значит, сам отчет, значит, естественно, с зачеркиванием секретных данных, если таковые имеются, должен быть показан народу, то есть опубликован. Сенатор Рэнд Пол предложил проголосовать за дополнение к этому решению, которое, если будет принято, заставит Минюст открыть все коммуникации, связанные с, ну, скажем, Белым Долом, то есть Обамы, в слежке за людьми Трампа. То есть Рэнд хочет выяснить, Рэнд Пол хочет выяснить, что знал Обама, когда он знал, и не пришел ли приказ помогать Хиллари из овального офиса, потому что, ну, уж больно высоко должен быть кто-то, кто это приказал. Ну, или личное заинтересованное. Конгрессмены, Давид Нонес, значит, и целый ряд людей, которые вместе с ним были в Комитете по разведке Конгресса, утверждают, что, значит, в Комитете есть достаточно свидетельств, что расследование и вмешательство в выборы началось намного ранее, чем ФБР нам рассказывает. Значит, дополнение вот Рэнд Пола заставит ФБР представить всю документацию, значит, по любым распоряжениям расследования Трампа до того, как ФБР обратилась в суд по этому поводу. Сейчас объяснение Коми и МакКоба связывают начало расследования с одним из членов команды Трампа, таким Джорджем Попандополосом, который якобы в пьяном виде в баре в Англии рассказал австралийскому дипломату, не зная, похоже, что он, так сказать, австралийский дипломат, что Путин и Трамп координируют свои действия, и что у Кремля есть грязь на хилы. А Попандополос такого не помнит, но, значит, австралиец утверждает, что он был пьян. А Попандополос никогда ни с кем, ни с кем из русских не общался. Но интересно, что, значит, Попандополоса обвинили не в том, что он контактировал с русскими, а в том, что он врал насчет своих контактов с агентом западной разведки, значит, профессором Джозефом Мавсудом с Мальты. А Попандополос выпустил книгу, значит, которая описывает все эти истории, в которой пишет, что это полный абсурд, и что он стал похожей частью или жертвой даже операций нескольких разведок, служб западных, не только США, которые проводились с целью утопить Трампа, не дать ему стать президентом Соединенных Штатов Америки. Значит, Рэнд Пол требует выложить на интернете вместе с докладом Мюллера также и все коммуникации между Белым домом, ФБР, директором ЦРУ, Джоном Брэнноном, директором, значит, НСА, Джеймсом Клаппером. Значит, оба они уже уличены во вранье, в лжи под присягой в Конгрессе. Оба руководителя самых важных наших силовых ведомств в ралле в Конгрессе. Сюзан Райс, Лоретта Линч, Брус Ор, я не знаю, наверное, помните эти имена, не хочу снова начинать, так сказать, рассказывать, кто они такие. Значит, Пол, как и я, предполагал недавно, как я предлагал недавно, он хочет выложить на экране компьютера, что называется, бок к боку, две стороны вопроса. Что делал Трамп и его люди, и что делали те, кто пытались его остановить. Это даст народу правильный взгляд, правильную перспективу на произошедшие события. И поможет понять, оценить, кто действительно, если такое было, пытался с помощью иностранцев повлиять на выборы в США. От холерики, а из какой стороны был заговор, если заговор существовал. В основном это поможет избежать однобокого взгляда на вещи. Если сенатор Экс, например, демократ, делал что-то не очень этичное для Хиллари, то он не станет, наверное, кричать, если выяснится, что с другой стороны кто-то делал все то же самое, не станет говорить, что это преступление. Правильно? Было бы глупо с его стороны. Вообще-то, если идти по стопам Мюллера, Флинн, помните, генерал Флинн, говорил с послом России Кисляком, запись была в руках ФБР, и ничего в этой беседе не вызвало нареканий. Только факт того, что Флинн сказал, что о санкциях он не говорил с Кисляком, что транскрипт, который был у ФБР, показывал, что он говорил это. Но интересно, что Клинт, который был сам до того руководителем разведки, прекрасно знал, что все беседы с Кисляком, с послом России пишутся. То есть он говорил, что не было, потому что не помнил, потому что это не имело очевидно большого значения, вот эта часть. Он сказал что-то по этому поводу, пошел дальше. И не зарегистрировался у него как важная тема для разговора. А скорее всего указывает на его забывчивость, что называется, а не на попытку обмануть. Ну, он действительно сам руководил разведкой и знает, что у ФБР все это было на руках. Значит, Папандополус, следующее, совершенно легально со всеми встречался, с кем хотел. Значит, он что-то перепутал в датах, когда он с кем встречался, и его поймали на якобы вранье. Значит, после чего Мюллер, как Папандополус пишет в его книге, его пугал, стращал и, значит, говорил, что сломает ему жизнь, если он не будет кооперироваться. Ему не в чем было кооперироваться. Стоун, значит, следующий человек, которого Мюллер обменял, как журналист, имел право говорить с Ассанджем сколько угодно. Все журналисты Белого Света пытались с ним поговорить. Значит, известно, что до того, до того, как Ассандж начал публиковать, все данные, которые были ему переданы, кем, мы не знаем, но он говорит, что не русскими. Опять, до того, ни разу не лгал, все может быть, но когда человек в 99 случаях не лжет, то предполагаешь, что и в сотом тоже не лжет. Значит, все хотели сделать с ним интервью. Ханитти летал туда, в Лондон, в посольство, пошел в Эквадора, для того, чтобы сделать с ним интервью. Даже Коэн, который, ну, врет, что называется, как дышит, никак не должен был врать о том, что, значит, когда переговоры с русскими о проекте в Москве, трамповском проекте в Москве, кончились. Ну и что, что Трамп Организейшн пыталась продвигать и обсуждать строительство в Москве. Его, так сказать, Трамп Тауэр, не знаю, что он там точно строил. Это то, что они делают, строят. Значит, они собирают деньги, они получают разрешение в разных частях света и вставят там башни, здания, казино, комплексы с именем Трампа наверху. ФБР все время утверждает, что это из-за увольнения Коми. Значит, Род Розенстайн пригласил Мюллера. Но это Род Розенстайн сам написал докладную, в котором, в Белый Дов, в котором он рекомендовал уволить Коми. То есть, похоже, что шло расследование незаконное, и силовики США пытались найти повод, как перевести его из незаконного в законное. И нашли. Значит, Мюллер, ничего не найдя, пошел на чисто спекулятивный ход пропагандиста. Он заявил, что некоторые прокуроры в его команде, все ненавидят Трампа, все 14 человек, считали, что Трамп превышал полномочия, а другие, что нет, и что он сам не может прийти к никакому выводу и не может оправдать президента. Но следователи никогда не занимаются тем, что оправдывают президента. Это не задача следователя. Следователь должен представить факты руководству, кто бы оно ни было, и сделать для руководства выводы, к которым он пришел, со всеми материалами. Значит, это не публичное должно быть заявление, а внутренний доклад. После чего руководство, ну, в данном случае это Барр и Розенстайн, хоть и замаранный, но пока еще зам главного прокурора, приходит к решению, передавать дело в суд или нет. Есть материал для суда или нет. И отчитывается за свое решение перед Конгрессом. Мюллер, похоже, не очень любят Трампа, который отказал его в должности. А по лицу Мюллера, мне кажется, видно, что он обид не прощает. Значит, он написал совершенно идиотскую, с моей точки зрения, фразу. И мне кажется, что незаконную фразу. Что, мол, он, Мюллер, оправдывать Трампа не может. Но и обвинить не может. Ну, то есть, человека останавливают на улице. Значит, и говорят, что ты вчера ехал на сером автомобиле, я не знаю, там, какой, Мерседес, и из машины обстрелял, значит, улицу и убил курицу, значит, которая пробегала мимо. Вот, человек говорит, я не умею водить, раз. Я не имею машину, два. Я никогда в вашем городе до сегодняшнего утра не был, нет у меня ружья, я никогда в жизни не стрелял. Значит, после этого следователь пишет записку начальству, что он не имеет доказательств обвинить гражданина Н в убийстве курицы, но и оправдать не может. Значит, просто он не нашел доказательств. Так про любого можно сказать, что мы не нашли доказательств, что он там ограбил старушку, да, но и оправдать его не могут. Просто не нашли доказательств, нет, да. Вот что это значит? Это как Коми, значит, только наоборот, значит, Коми пришел, Филария виновата в этом, она виновата в этом, там она сделала этого, но вообще-то она не виновата, и судить ее незачем, она оправдана. Какое право Коми или Мюллер имели кого-то оправдывать? Они должны были представить доказательства того или другого, вернее так, они должны были расследование провести, сделать выводы, точка, вывод, который идет к человеку, который будет решать. Да, это так построено правосудие. Ну ладно. И в том, а в другом случае, значит, политизированный следователь превышал свои полномочия для политической игры. В обеих случаях на стороне демократов. Почему у Трампа есть один четкий ответ? Потому что все они – это единое воняющее болото, которое необходимо осушать. Вот. Значит, еще одна тема, которую хотелось бы вам рассказать. Вот сейчас я открою ее. Значит, самое, на компьютере, потому что есть кое-какие данные, я хочу уже прочесть кое-что. Вот, на сладкое тоже называется, да? Значит, мэр Нью-Йорка де Блазио заявил недавно, что в мире, в его городе Нью-Йорке, значит, много денег. Они, правда, находятся в неправильных руках. Значит, то есть объяснение в руках тех, кто их заработал. Ну, или в руках их детей, да? Значит, сенаторы, значит, Кори Букер и Кэрстен Джилибранд собирают подписи под законопроектом, который будет гарантировать всем американцам рабочие места. Значит, нужны они или нет эти люди? Работают ли они хорошо или плохо? Убыточное предприятие или нет? Всем-всем-всем-всем-всем будут платить зарплаты. То есть, теперь не вэлфор уже, значит, не по безработице, а с зарплаты. Вот. Ну, пока деньги у капиталистов не кончились, конечно. А, значит, а там, значит, кто будет выступать, значит, что ему что-то не нравится, то в перевоспитательные лагеря. А их имущество отдать народу, реквизировать. А когда и это кончится, то зажать народ, чтобы не бунтовал, а ходил со знаменами на демонстрации и славил великих кормчих. Вот. Ну а нас, которые, ну не исправишь нас уже, да, и которые на демонстрации не пойдут. Вот. На сволку истории. Где-то там на 101-й километр от Анкориджа на Аляске. Или в Аляске, если так потребуют украинские жители этого штата. Вот. Ну, на этом, значит, все. Спасибо большое. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok